Всем привет дорогие друзья автомобилисты! Один из подписчиков моего канала задал вопрос в комментариях Почему постоянно он меняет маховик вместе с венцом И уже несколько раз происходило сбивание венца с маховика Вы наверняка знаете что такое венец Венец это зубчатое колесо, которое напрессовывается на маховик В зацепление которого входит стартер для того, чтобы запустить двигатель вашего автомобиля Так вот, происходит сбивание венца только в одном случае Если шестерня стартера изношена, то есть нарушены фаски для зацепления Встречные фаски также имеют и венец маховика Когда мы запускаем двигатель, втягивающая соединяет шестерню непосредственно с венцом маховика И передает вращательное движение Если у нас сильно изношены фаски, то полноценного зацепления не происходит И происходит сильный удар в венец маховика, именно с шестерней То есть она не идет в зацепление, а просто ударяется об венец И соответственно, если это делается несколько раз, венец начинает сползать и слетает с маховика Вот основная причина, почему происходит сбивание венца с маховика Если у вас такое происходило, то обязательно замените либо стартер целиком Либо шестерню на стартере, на новую, обязательно новую И конечно же установите качественный маховик с венцом Можно конечно напрессовать обратно венец, но это нежелательно Лучше всего конечно заменить маховик целиком Где будет заводским образом напрессовано на горячую Именно так, чтобы он держался достаточно прочно А новая шестерня на стартере будет позволять четко входить в зацепление с венцом маховика Но если вы меняете только шестерню на стартере, то обязательно проверьте и все втулочки Чтобы там не было люфтов Потому что если будут люфты, шестерня может уходить со своего места И производить также биение по самому венцу маховика Поэтому если уж вы решили не менять стартер, а произвести его ремонт То производите полноценно То есть замените все изношенные детали Втулки обязательно меняются Бендикс вместе с шестерней обязательно тоже поменяйте Если у вас выделывалось втягивающее, то обязательно замените и втягивающее И обязательно сделайте ревизию двигателя стартера Проверьте коллектор и щеточки, чтобы там было все в порядке Если у вас слишком изношен стартер, то лучше его заменить Надеюсь, что мои советы для вас оказались полезны Если это так, ставим палец вверх, подписываемся на канал И не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео Будьте здоровы! Всем пока!